так ребятки всем привет еще раз пришли мы значит курсов немножко отдохнули они вообще уснула дает телефоне было пока с родителями поварила пока то все и вот сейчас вечерок решила вот купила валде картошечки будучи сделать пюрешку и взяла по скидке 4 штучки гамилки на скидка было 259 они стали что три чем-то и решила приготовить и записать временно думаю видео что заснимлю расскажу поделюсь информации сможет вы мне расскажете тоже потому что комментарии пишут и мне интересно очень хотела сегодня с вами поговорить о том как вы можете знать что германию очень много людей больных больных на ноги люди болеют ходят с колясками я не знаю меня вот прям хочется как-то иногда даже плакать знаете вот смотрю на людей вроде там молодой ну 40 50 лет но не ходят с колясками видно как тяжело на ноги передвигаться и меня это как бы одной один раз шокировало это когда я приехала германию только не знаю больше этого не было я такое не замечала украине нас не было больше не было когда сюда приехала то я была просто в шоке типа что вот сколько людей больных и сколько проблематичных даже молодежь и не временем и сейчас понимаю почему все так я не знаю каких раньше было но замечая какие их продукты особенно летом не говорящая зима весна зимой весной можно сюда что-то там сказать по овощи а химия все остальное но когда летом когда вот прошлым летом я покупала здесь продукты это те же самые огурцы те же самые помидоры и те же самые фрукты ладно фрукты такое но овощи это просто шок-контент настолько они химия так до сих пор я покупаю грец иногда хочется какой-то салатик сделать даже когда-то где рождение вот они было мы выбираем те огурцы выбираем типа скидка не скидка нужно взять потому что ну вот придумали рецепт а нужно что-то приготовить и выбор как бы не особо много потому что рынок не знаю у нас рынка нет иногда бывает рынок но таких особо этих овощей я не видела поэтому приходится ходить в алде и покупать химикаты и знаете меня удивляет еще такой момент когда помидоры их продаются просто либо как это цвилист как будет на русском цвилист у плесень когда в помидоре там черри не черри обычные сливки обычные помидоры и ты каждый раз когда приходишь магазин ты просто перебираешь ты думаешь были на почему тогда нет хотя бы акции или почему-то товар не уберут и когда же говорю когда только приехала в германию меня удивило сколько их всего замороженного те же самые пиццы те же самые тортики те же самые полуфабрикаты и сегодня говорила с мамой поэтому недавно перед тем как снять видят ушла на кухню у него знакомая знакомая находится в прибалтике в эстонии если не ошибаюсь эстония это прибалтика и ее знака знакомая тоже украинская беженцам беженка 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 она работала работал официально были на также она была кем ты не помнишь как она сказала то нет не официально на наоборот было там главное в этом рис ну главный в ресторане ну как блин короче неважно она была главной в ресторане ну не в ресторане на кухне была главной там у него родственники знакомые поэтому и помогли в этом все официально устроили ее и вот она работала официально в ресторане и вот меня шокировало тем что меня мама сегодня рассказала она говорит что его вот эта знакомая беженка рассказала настолько они не заморачиваются как у нас там в ресторанах как красиво поддать что вкусные это изящно как-то было пахло все там не знаю ну что там волосинка не попала что мы не думали что там что-то не хватает чтобы настолько а здесь не заморачиваться то нам не с не удивило говорит вот они выготавливали они говорили что ничего они не выготавливали в итоге она говорит все что было это их поддется зелень много зелени просто обычная нарезочка с магазинчика какая-то и полуфабрикаты те же самые котлеты в ресторане говорит свадьба день рождения это все у их проходило вот так я говорю как это полуфабриката мама рядала так говорит типа это не уроне это правда котлеты подавались полуфабрикаты там не знаю ну что морозилки находилась торт торты торты точнее полуфабрикат ну как полуфабрикат точнее полуфабрикаты бриката замороженные просто просто торт подавался и я просто насколько удивляюсь почему все так вот у людей даст ногами проблема все потому что вот так ну как можно не думать о своем здоровье хорошо если у вас большинство даже если так то покупать какой-то зелень не знаю правильно изготовляете там супчики как-то они булки вот эти в их еще продаются булки мне всегда удивляет в упаковке как могут находиться булки сколько дней месяца и так дальше и это покупают меня это очень удивляет один раз когда-то пробовала мы у нашей знакомой были она нас угощала не были стафеля так они никакие там понимаешь даже муки нет составе о чем может быть речь поэтому ну а так наверное люди болеют я ребятки не знаю как вы здесь напишите как германии чем вы пытаетесь потому что вот смотрю мне так жалко людей особенно жарю которая ну 40-50 лет они уже с колясками вот это ходят хочешь как-то помочь особенно когда там кто-то в автобус чтобы кто-то присел подачу то этот так жалко их что не знал плакать хочется и как-то думаешь смотрю на себя смотрю у волосы плохие стали кожа плохая стала витаминов мало употребляем но не знаю вот сегодня кстати ребята купила в audi заходите там сегодняшнего дня не знаю по какой день вот килограмм мандарин кстати все заходили мимо проходили девочка зашла передо мной такая взяла пакетик потрогала такая подумал скидка такая наверное не возьму она не решилась а я все-таки решилась а такая думаю наверняка они сладкие и я не ошиблась ребята 99 центов килограмм я думаю хоть какие-то витамины не знаю химия не химия но хоть что-то уже волосы у меня плохие кожа очень сильно изменилась вы не пишите там что я типа за собой не ухаживаю я знаю хейтеры там найдутся все с тобой ухаживаю меня есть маски я даже храню в холодильнике патчи бальзамы и так дальше гель для лица витамины для роста волос покупаю в росмане там разные витамины но все это не знаю до одно место извините буду выражаться еще знаете что меня удивило кто знает юля 100 какая интересная беженка с украины она меня так вообще раздражает очень сильно вот я недавно наткнулась на и видео когда она покупала булки может вы знаете вот эти волги она покупала ли я вот и скидка где-то было я просто сейчас конкретно не помню где-то скидка была знаете вот этих на я пример просто веду булочки которые продаются волги когда кнопку нажимаешь они оттуда вылетают типа и ты себе набираешь пакетик так вот она меня удивило тем что она взяла такие булки 50 штук во первых они быстро задубеют что ты будешь дальше с ними делать ну духовке ты разорежь на следующий день а зачем сколько 50 штук на твоих там на свои знакомые живут меня это удивляет а еще она взяла 50 штук авокадо а меньше ну 20 ну практически не понимаю 1 2 на авокадо даже долго не будет храниться и за ним тогда надо ухаживать когда я не знаю что с ним делать чтобы она долго там было но не 20 штук я не понимаю либо не смесь какую-то делать с этого авокадо или что на меня это очень сильно что-то вывесило и потом я удивляюсь ну конечно потом люди болеют вот потому что они не хотят заботиться о себе они думают как съесть чтобы быстрее упихнуть желудок что-либо ну кстати давно больше не делали очень сильно хочу зеленый борщ я не могу германии щавель найти ребятки может вы знаете посоветуйте где может быть у кого-то найти еще или очень хочу зеленый борщ не аж слюнки текут что еще хотела вам рассказать что еще вот я забыла не можно помнить что эти говорила что хотела рассказать ой да ребята месяц как там не знаю очень быстро пролетело все вот так моментально как будто вот день два назад мы только пошли туда а завтра уже пишем первый наш модуль будут тесты я не знаю что мы будем писать надеюсь все будет отлично я не переживаю потому что это еще не главный экзамен за это точно не выгонят ну будем стараться так что такие дела ребятки завтра будет вопросы нам там позадавали запишем видео да ребята мы выставили youtube запись опрос можете зайти посмотреть опрос чего потому что это ты не ловишь не знаю вопрос ответ хотим снять видео так просто и что это и напишите хотите или нет ответе там зайдете посмотрите напишите комментарий ты такое не кстати знаешь замечаю хотя нет когда мы жили в том лагере да тоже много больных очень много больных я не понимал боже начистила картошки вот так разговаривать можно чистить бесконечно теперь я уже юб я извиняюсь его леса развила хотела показать это не как юля как санвел все через одно место сейчас вытерем быстренько картошечки начистили я перережу ее помою еще раз и поставлю готовить еще такой совет лайфак но я сейчас это не буду делать кто знает картошечку нужно кубиками нарезать тогда картошка быстро приготовиться я не хочу же заморачиваться я хочу я так тоже сделаю хорошенько вот наполовинку и пополам еще так ребята погода у нас не очень то тепло то холодно меняется завтра мы расскажем что у нас было за модуль как тесты какие сдавали какие задания может расскажем были кому интересно пишите не забывайте про нас ставьте лайки подписывайтесь пожалуйста мне очень приятно когда человек посмотрел видео поставил лайк и надо бывает обидно когда просто поставить лайк и не подписался поэтому прошу ребятки у нас очень будет много интересного поэтому подписывайтесь ставьте лайки и пишите чаще так что до скорых встреч может быть еще включу сегодня всем пока